Все работы, которые здесь присутствуют, это фактически собиралось в течение долгих-долгих лет. Великая княгиня Ольга Александровна была бы счастлива видеть, как наслаждаются ее работами. Нынешняя выставка стала десятой и самой большой на территории России. Ранние работы августейшей художницы Ольги Александровны экспонировались в Третьяковской галерее, Российской академии художеств, Государственного русского музея, а также в Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте, Балашихе, Царице Нярославле, получая всюду восторженные отзывы. Спасибо вам большое за то, что вы сделали такое большое удовольствие для наших жителей и всего самого-самого доброго. Многие члены царской семьи славились талантами. Младшая сестра последнего русского императора Николая II не исключение. Обладает природу лучшими душевными качествами и талантом художника. Она получила прекрасное художественное образование. Ее учителями были великолепные русские художники. Владимир Маковский, Константин Крыжицкий, Карл Лемах, Сергей Виноградов. Стоит только поближе познакомиться с творчеством этих мастеров, как сразу понимаешь, на какую почву легли полученные молодой художницей навыки и умения. Экспозиция напрочь развеивает убеждение, что творчество царской дочери – это что-то примитивное, чисто женское, не представляющее собой художественной ценности. Акварель, как мы знаем, это очень сложная техника. А тут, понимаете, ну ладно, холористика, все это понятно. Но у нее уже очень много разных жанров, практически все они есть. Великолепный портель. Здесь пейзаж. Здесь городской пейзаж. С архитектурными данными. Это тоже, в общем-то, очень сложно. Ну и натюрморты какие замечательные, цветы, ну радость вот. Творчество великой княгини, несмотря на неописуемое личное горе, гибель семьи родного брата царя Николая II, многих других романовых, вынужденный отъезд из России сына младенцам на руках, пребывание в страхе за судьбу близких, не производит на зрителя мрачного, тревожного впечатления. Напротив, ее акварель воздушна, легка, солнечна и жизнеутверждающая. Пейзаж всегда преклонение автора перед русской природой, как основой и составляющей русской духовности. И, конечно, ностальгия по России, по выжженным солнцем нужным просторам, через которые семье Куликовских-Романовых пришлось покидать родину. Дошедшая до нас через столетия работы, свидетельство любви художника ко всему, что ее окружало, даже если это эмиграция, во всем она видела божье творение. Ее работы, изображающие бытовые сцены, растущих сыновей, обстановку дома, простые радости, пронзительные для зрителя, способного осознать весь трагизм судьбы художника и женщины. Особое место в творчестве великой княгини занимает портрет. Здесь много детских ликов, пронизанных солнечным светом. Автопортреты непосредственны и сердечны. Ее альбомы всегда были под рукой. Некоторые представлены на выставке рядом с письмами, фотографиями, иконами кисти венцуносной художницы, расписанным ею фарфором, открытками, кое Ольга Александровна сама рисовала с благотворительной целью. Она помогала всем и по разным поводам. Но есть единственная во всем творчестве великой княгини работа, пропитанная грустью, тоской и болью. Эта работа носит название фиорды и посвящена любимому учителю Константину Крыжицкому. И ее дело продолжает невестка Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Мечта моя, конечно, была бы устроить музей, где были бы, так сказать, многие другие вещи еще, и где бы хранилась эта коллекция. Это зависит от многих обстоятельств. Одно из них – это если какой-то город или какой-то благотворитель сумеет помочь ей с восстановлением гражданства, поможем, наверное, мы постараемся помочь. Это как бы в наших силах. А вот получить здесь свое жилье, я думаю, это и послужит таким хорошим мотивом для того, чтобы именно в этом месте был создан музей великой княгини Ольги Александровны и всей императорской семьи. Как решится судьба уникальной коллекции, покажет время. А жители Одинцовского района бесплатно могут прийти в артгалерею Ирины Долининой до 31 июля. А 7 июля в галерее в 15 часов состоится встреча с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой. Она ответит на вопросы, расскажет о судьбе венциносной художницы. Ольга Винтер, Артем Леднев, телекомпания Одинцова. Ольга Николаевна Куликовская.